Всем привет! Меня зовут Сергей Клюкин, я бэк-разработчик облака Mail.ru. У меня вот такое слегка кликбейтное название доклада «Как не испортить жизнь будущим нам». И как мы все знаем, есть куча вариантов, как причинить себе боль сейчас и в будущем. Все, думаю, знают, что такое легоси и как это может быть больно. И мой доклад в целом про то, как сделать так, чтобы этой боли было меньше. Вкратце хочется пробежаться по этапам, по плану. Первое – это небольшая предыстория про облако и предпосылки, которые привели нас к определенной ситуации. Вызов, который перед нами стоял, куда мы хотели прийти. Хочется также поговорить очень сильно о спеках FES в подходе, поговорить про чистую архитектуру, рассказать вам проектив рекорд и чему у нас это все в итоге привело, что мы получили в итоге. Пару слов буквально про облако. Первая циферка – это наша дневная аудитория. У нас 3-4 миллиона дневной аудитории. Вторая цифра – это 250 петабайт. Это хранилище данных. Это логическое хранилище. Реально с учетом резервирования это 500 петабайт данных. Перейдем к предыстории. Облако Mail.ru – это уже продукт, который есть уже история. И когда облако только начиналось, технологический мир был чуть-чуть другой. Гой еще был молод, ПХП только начал терять свою популярность, а питон ее только набирать. И если говорить про базы, то нагрузки, которые тогда уже были у облака, существующие решения уже не подходили в тот момент. И поэтому в том числе основная база в облаке – это Тарантул. И поэтому в эксплуатации у нас сейчас есть версия Тарантул 1.5, которая уже снята с поддержки. Вот это как раз документация этого замечательной версии Тарантула. И это доставляет нам некие сложности и неудобства. Второй скриншотик – это я специально нашел. Это одна из первых репозиторий в облаке. И первый коммит в этом репозитории, может быть, кто-нибудь знает, кто такой Монс Андерсон. Вот можете увидеть, что дата коммита 2013 год. Кто знает, кто знает. И было принято в какой-то момент решение, что нам нужно уже начать избавляться от этого техдолга. Сейчас я хочу отметить, что сейчас Тарантул – это уже совершенно другой продукт, в котором все эти проблемы решены и намного приятнее им пользоваться. Какой же перед нами стоял вызов? Какая-то точка, в которой мы в какой-то момент оказались. У нас есть очень важный для бизнеса сервис на Тарантул 1.5 и много луа. К этому сервису, поскольку он очень важный для бизнеса, повышены требования к его доступности. Следующий пункт – Тарантул 1.5 официально больше не поддерживается. Во время одного из инцидентов мы дошли до сишного кода Тарантула и поняли, что авторы этого кода уже не работают в компании, и мы, по факту, остались один на один с этой ситуацией, что было очень больно. Следующий момент. Луа – язык простой, но есть нюансы. Во-первых, его надо знать, все равно так или иначе, тебе нужно быть профессионалом в этой компетенции. Во-вторых, есть свои особенности работы луа внутри Тарантула. Допустим, луа-джит имеет свои особенности, когда он может перестать работать так, как вы ожидаете, и это ухудшит производительность вашего приложения. Или кодом на луа можно достаточно легко заблокировать основной поток приложения, и это, опять же, ухудшит доступность вашего сервиса. Следующий момент. Сложность с горизонтальным масштабированием. У нас сейчас по факту масштабировано чтение, можно масштабировать запись, но это нужно было менять архитектуру приложения, что в наш план не входило. Следующий пункт. Особенности архитектурного подхода. Что я имею в виду? То, что сторидж и приложения, если мы берем Тарантулу, это так и есть, это всегда у вас один и тот же инстанс. У вас запускается инстанс, внутри него и хранилище, и приложение. Это, с одной стороны, имеет определенные преимущества, что, допустим, у вас нет походов по сети из кода в хранилище. Но, с другой стороны, это может провоцировать определенные решения и поведение разработчиков. Допустим, вы можете какой-нибудь Space, а Space это по факту таблица, если говорить, проводить аналогию с Postgres, с миллионом строк, вы можете ее просто быстренько перебрать, и это никак не скажется на производительности вашего приложения. Но если мы ходим по сети, то так уже делать не получится, и нужно разработчику думать, больше думать об индексах, больше думать, а нужны ли ему все эти данные, которые он хочет получить, и это другая стратегия. Это была наша точка А. Куда же мы хотели прийти? Точка Б. Хочу отметить, что точка Б, это не значит, что мы уже в ней оказались, это что-то мы уже сделали, что-то мы в процессе делаем, мы прямо сейчас к чему-то еще не приступали. Первый момент, у нас нет Tarantul 1.5, потому что он официально не поддерживается, его сложно эксплуатировать, нет нормального тулинга, админы плачут, эксплуатация плачет, ну и нам не очень приятно и больно. У нас используется Speco First подход. Это мы уже хотели получить как дополнительный профит при отдаче этого техдолга, при переходе, я об этом расскажу подробнее дальше. Сервис написан на GoLang. Ну, кажется, это очевидно, у нас основной язык разработки в облаке это GoLang, все новые сервисы пишутся на нем, и чем меньше зоопарк, как известно, тем жить приятнее и не так больно. Следующий пункт – нет бизнес-кода на Луа. Он в каком-то смысле вытекает из предыдущего пункта, но кроме того, что вы используете Луа, в какой-то момент может привести к тому, что часть кода у вас будет запускаться на Nginx, потому что там же тоже можно Луа запускать, и количество этого кода на Nginx может расти в какой-то момент, и это тоже очень больно и неприятно. Следующий момент – пишется изолированный интеграционный тест на GoLang. Кроме самой идеи, что мы пишем интеграционно-функциональные тесты на том же языке, на котором мы пишем сам сервис, сама идея кажется очень привлекательной, была и практическая причина в том, что мы могли переиспользовать те сервисы и модели, которые мы писали для основного сервиса, для интеграционных тестов. А если вы пишете их на разных языках, допустим, часто бывает, что мы пишем на GoLang, а функциональные тесты на Python, то оно так просто не переносится. Следующий пункт – набор тулзов для тестов для этой связки. У нас много таких сервисов, когда у нас есть сервис на GoLang, который ходит в Tarantul, и мы хотели улучшать качество этих сервисов, писать интеграционные функциональные тесты, и задача была выработать какой-то универсальный подход к этой связке. Сервис получает шардирование. То есть сейчас на данный момент этот очень важный для бизнеса сервис, повторюсь, справляется с нагрузкой, но мы хотим, чтобы так же и в будущем оставалось, потому что облако как продукт активно растет, количество пользователей увеличивается, нагрузка увеличивается, и для этого нам нужно шардирование. Вот мы, собственно, поговорили про точку B, куда мы хотели прийти, мы в процессе, что-то мы уже сделали, что-то еще не переступили, и в следующий пункт про спека first. Такой вот милый котик, правильно же? Согласитесь, что котик милый? Поднимите руку, кто считает, что котик милый. Есть ли? Отлично. Я не один такой, супер. Спека – это контракт сервиса, и в идеале она должна на 100% в случае соответствовать коду, но очень часто это не так. Как этого добиться? Мое мнение, что в процессе передачи спеки кода нужно полностью исключить человека. А какие вообще в целом есть варианты? Какие есть сценарии, основные, типичные для работы со спекой? Первый вариант спека как входящий артефакт. Допустим, представьте, что вы разработчик, и вам приносит ваш системный аналитик или ваш чемлиц спеку. Говорит, вот контракт сервиса, нам нужно его сейчас запрограммировать, реализовать эту функциональность. Вы реализовали, спеку в этот момент сохранили в репозитории, и в процессе реализации что-то чуть поменяли, и спеку забыли заапдейтить, и вот у вас уже невалидная спека несоответствующего кода. Или вы, допустим, даже ее заапдейтили, не заапдейтили, чуть-чуть неверно, и то же самое, тоже спека не соответствует коду. Следующий вариант спека как выходящий артефакт, когда вы сначала написали код, а потом к этому коду написали спеку. Но тут все то же самое, есть человек, который ошибается, и он написал что-то чуть-чуть неправильно. Может правильно, может неправильно, непонятно, неизвестно. Ну и самый плохой вариант спеки вообще никакой нет. Ну это вообще прям очень больно, так не делайте, пожалуйста, никогда. Как же исключить из этого процесса человека? Первый вариант генерит транспортный слой на основе спеки, исключив из этого полностью человека. Это чуть-чуть перекликается с тем докладом, который делали ребята, но тут немного другой подход. И второй вариант, который тоже я с ним встречался на практике, это генерить спеку из кода, но чтобы не было промежуточных звеньев. Допустим, в GoLang есть такой подход, когда у тебя есть endpoint, и вокруг него есть некая аннотация к этому endpoint, и у тебя спека генерится из него. Но вот эту аннотацию тоже пишет человек, он тоже ошибается, ну и все остальное, вот то, что было до этого. Что еще можно сказать чуть-чуть про боль? Если мы все-таки, у нас нет этого подхода, когда у нас в реализации транспортного слоя участвует человек, то мы вынуждены написать много какого-то кода, который не представляет из себя бизнес-ценности. Появляются ошибки с этим связанные, больше кода, больше ошибок, больше багов, больше тестирования, увеличивается time-to-market, если кто знает, что это такое. Все хотят, чтобы он был как можно короче, этот time-to-market. И еще спека, которая тоже, вот мы не можем быть в ней никогда уверенным, что она соответствует коду. Потому что там приходит к вам заказчик, говорит, отдайте спеку, вы ему отдаете спеку, он приходит через нее и говорит, а что-то я все сделал по спеке, все равно не работает. Ну вот это все очень больно неприятно. И вот мы в какой-то момент для себя в команде определились, что спека фиост это то, что мы хотим, чтобы у нас было, потому что это классно, и жизнь станет не такая болезненная. Мы провели полноценный ресерч того, что вообще есть существующего, то, что нам может помочь. Я сейчас не буду про все рассказывать, сразу перейду к финальной битве, потому что иначе есть шанс, что я не уложусь 35 отведенных мне минут. Кто у нас оказался в финале? В финале у нас оказался gRPC Gateway и Agen. Мы на самом деле провели полноценные соревнования, мы реализовали транспортный слой и на gRPC Gateway и на Agen. То есть постарались подойти к этому максимально ответственно. И все-таки мы выбрали Agen, хотя gRPC Gateway намного более зрелое решение, оно больше в продакшене, много крупных компаний его используют, и оно в целом, можно сказать, уверенно, что оно продакшен-реди. Чуть-чуть буквально слайдик про gRPC Gateway, если кто не знает, что это такое. Вот это QR-код, если кому-то интересно, пожалуйста, можете отсканировать, и это будет ссылка на репозиторию gRPC Gateway. Что это такое? Это у вас, когда есть на вход proto-файлы, это по сути является как раз спека first. Из этих proto-файлов вам генерится gRPC сервер и reverse-прокси сервер. Когда приходит HTS запрос в reverse-прокси, дальше идет запрос в gRPC сервер. Все достаточно просто. Но у вас есть возможность дополнительно, допустим, ходить напрямую в gRPC сервер, если вам вдруг это нужно. Но почему же мы все-таки его не выбрали? Потому что у нас уже был большой сервис, HTTP прежде всего, там был также бинарный протокол iProto, который как раз Tarantul, это сетевой протокол взаимодействия с Tarantul 1.5 iProto. Мы изначально отказались идее того, что заказчики будут ходить в этот сервис по iProto, хотя в предыдущей реализации так было. У нас мы решили, что это будет только HTTP сервис. И если бы мы выбрали gRPC Gateway, то это добавило нам больше бы сложности, потому что основной был бы proto-файлы, нам было бы сложнее поддерживать полную обратную совместимость именно с HTTP сервисом, используя gRPC Gateway. Ну и gRPC нам на старте просто не был нужен, потому что он бы нам добавлял сложности, мы бы постоянно этим занимались, и непонятно, когда мы смогли бы его использовать. Поэтому мы выбрали Agen. Agen победил, кто-нибудь играл в такую культовую игру. Может кто-нибудь узнает, кто там лежит? Есть идеи, кто там лежит? Да, точно. Почему бы же все-таки Agen? Если вы пишете на самом деле новый сервис какой-то с нуля, то gRPC Gateway – отличный выбор. Если тем более вам еще нужен gRPC протокол, то это супер-классный продукт, вы можете им пользоваться, но это просто был не наш кейс. Еще дополнительные какие-то вещи. Почему Agen? Потому что поддержка OpenAPI v3. Не все подобные тулзы, которые коды генерят из OpenAPI спеки, они поддерживают третью версию. Agen поддерживает. Это приятно. Если мы используем такой инструмент, то хотелось бы, чтобы он поддерживал последнюю версию OpenAPI. Строго типизация клиента и сервера. Это, опять же, уменьшает количество нашей боли, увеличивает уверенность в коде. Что-то просто у тебя не скомпилится, если там что-то указал неверно. Быстрая работа с JSON, потому что основной протокол это все-таки JSON, как очень часто бывает. И конкретно, если говорить про Agen, то там полностью отказались от рефлексии для работы с JSON. Аген не использует стандартный encoding JSON, а генерит статические энкодеры-декодеры и использует либо GoFasterGX, которые тоже написали авторы Огена. Это оптимизированный форк JSON-итера, который может, допустим, парсить гигабайт JSON с ядра, а писать больше двух гигабайт. И последний, тоже очень важный, на самом деле, пункт. QR-код, кстати, это ссылка на репозитории Огена, если кому интересно. Это компетентная реактивная команда разработки, потому что мы понимали на старте, что если там что-то пойдет не так в Огене, то у нас будет, возможно, недостаточно ресурсов для того, чтобы самим его дорабатывать. И нам было важно, насколько быстро команда Оген будет отвечать на наши фичер-реквесты. И когда мы как раз проводили соревнования, мы сделали несколько фичер-реквестов к команду разработки Огена, и получили очень молниеносную фактически реакцию. Поэтому я хочу передать привет команде Огена. Они работают внутри компании ВК, ядро разработки внутри ВК, что тоже было для нас аргументом дополнительным. Вы очень крутые, спасибо вам большое, что вы делаете этот продукт, большой вам привет. И пойдем дальше. Как же это выглядит на практике? Вот это реализация OpenUp в этом как раз сервисе, про который я говорил. он разбит на файлы, что, опять же, уменьшает нашу боль. Так очень удобно так работает, когда ты разбиваешь на файлы, не держишь огромную здоровую один файл в виде одной спеки, вернее спеку в размере одного файла. Бонусом, что можно переиспользовать компоненты в перспективе. Допустим, у нас есть папочка компонентов, и мы можем ее перетаскивать или хранить в отдельном репозитории и экспортировать в каком-то другом проекте, если нам потребуется и коды генерить на основе этой папки. Это мы проваливаемся глубже, это описание нашей публичной апишки, опять же, рефы, которые мы очень сильно любим, тут тоже все в целом все понятно. Это проваливаемся еще глубже, это описание одного из дизайн-поинтов, ничего необычного, просто open-up-спека, опять рефы, все очень понятно и доступно. То есть open-up-спека фактически это стандарт для описания HTTP серверов, HTTP сервисов, и все с ней знакомы, ничего необычного. И, собственно, вот эта часть кода генерации Огена это то, что нам важно, когда мы запустили команду кода генерации. это интерфейс-хендлер, который нам нужно удовлетворить в нашем сервисе. Все остальное полностью, все берет на себя агент. Роутинг запросов, валидация входящих параметров, валидация выходящих параметров. Наша задача просто описать валидную спеку, которая соответствует требованиям и удовлетворяет нужным потребностям. Следующий пункт, вот сейчас мы поговорили с вами о спеках в ферс-подходе, почему это классно, почему нам это очень сильно нравится, но хочется связать это с такой подходом, как чистая архитектура. Можно условно, есть подход, когда мы делим наше приложение на слои. Можно выделить четыре слоя, транспортный, слой сервисов, слой моделей и слой репозиториев. Как раз за транспортный слой полностью отвечает агент. Наша задача написать спеку, валидную, так чтобы агент мог с ней работать. на выходе мы получаем код, мы в этом процессе вообще полностью не участвуем от слова совсем. Слой сервисов это собственно тот код, который можно назвать бизнес-код, за который нам обычно платят зарплату. Этот слой отделен от транспортного слоя таким образом, чтобы мы в любой момент могли поменять транспортный слой. То есть конкретно в нашем приложении у нас часть инпоинтов реализованы и в gRPC gateway и в агене. И в какой-то момент если появится такая потребность, то мы сможем легко слой сервисов заиспользовать для любого транспортного слоя, для gRPC сервиса или для любого другого в целом. Слой моделей это тот слой, который подготавливает данные для сервиса. Он знает особенности того, какие данные нужны сервисам. допустим, модель может использовать несколько репозиториев, использовать другие модели, содержит какую-то часть логики в себе. И слой репозиториев, он отвечает за то, как поднять данные из какого-то конкретного хранилища. И вот как раз про это хочется более подробно дальше поговорить. Active Record. Поздравляю вас! Ура! Это я пытался эмоциональности изобразить. Помните, в точке B я говорил, что нам нужно избавиться от тарантула 1.5. И как же это сделать? Вот эта ссылочка QR-код это ссылка на репозиторий. Это тот продукт, с которым мы с командой работали несколько месяцев и сейчас активно его используем в продакшене и решили, что получился очень классный инструмент и выложить его в open source. поэтому прошу вас ознакомиться. По сути, это реализация паттерна Active Record на Go. Зачем мы его написали? Потому что, во-первых, была задача перейти на другое хранилище и объясню, как это помогает дальше. И ничего подходящего и более-менее то, что нам бы нравилось, хорошо написанного, скажем так, как говорит Вадим, для 1.5 не было, потому что он 10 лет продукту. Что такое и зачем? Первый, самый важный момент это декларативное описание сториджа. То есть, это просто какая-то декларация того ваше хранилище, которое никак не говорит, какая конкретная база под ним используется. То есть, конкретно в нашем случае это сейчас Tarantul 1.5, но завтра это может быть Tarantul 2, может быть Postgres, Mongo, в целом любое хранилище. И то, что нам как раз и обеспечит вот эту абстракцию над конкретной базой данных и переход на другую версию. ActiveRecord учитывает особенности хранения данных в этом конкретном хранилище. Для примера у вас может быть поле, в котором у вас лежит JSON, и вы можете это декларативно описать, сказать, что там внутри JSON, его нужно десерализовать как JSON и развернуть нужную структуру. смена Storage независимо от слоев выше. Это частично пересекается с первым пунктом, что все слои, которые выше, которые до этого говорил, слой моделей, слой сервисов, транспортный слой, они ничего не должны в принципе знать про то, какая база у нас используется. И это важный пункт. И дает из коробки удобный тулинг для тестирования Moki, работа с фикстурами, также я все это сейчас покажу на практике, как это выглядит. Ну и вкратце хочу пересвислить того, что у нас вообще в целом есть в ActiveRecord. Все нужные методы для работы с данными, простите, какой-то набор встроенных из коробки сериализаторов, 10 сериализаторов, возможность на лету починить данные, тоже покажу, что я имею ввиду, mock-сервер для тарантула и методы для работы с фикстурами. Вот пример как раз декларативного описания. Давайте предлагаю более подробно посмотреть, что тут вообще есть. Первые три строчки, пакет не учитываем, первые три строчки, которые начинаются с префикса AR, ActiveRecord. Первое это настройки сетевого подключения, они могут статично передаваться при инициализации, а могут и забираться, есть у нас внутри такой способ, он тоже в OpenSource выражен, называется OnlineConf, можно забирать из него. Второй пункт это название Namespace, это просто фактическое название таблицы, если проводить аналогию с Postgres. И третий это как раз тот бэкэнд, который мы прямо сейчас используем, почему Octopus а не Tarantula 1.5, потому что они полностью совместимы по протоколу сетевого взаимодействия, и поэтому чтобы не было путинцы, мы назвали это Octopus. И это, кстати, небольшое отступление, это дедушка Тарантула, поэтому был Octopus, из него уже появился Тарант. И дальше описание самого спейса. Это просто структура, понятно, что есть набор полей, у них есть какой-то тип, дальше можно в конкретных тегах специальный префикс AR указать, как конкретно есть особенности, связанные с этим хранилищем. для примера Primary Key будет говорить о том, что это конкретное поле это уникальное поле. Также можно указать размер, и ActiveRecord автоматически будет это валидировать. Если придет больше данных, то он выдаст ошибку, что данных пришло больше. Можно указать конкретные названия метода, который будет сгенерен, допустим, для поля Type, там есть индекс, и будет сгенерен метод. Также такой момент, как мутаторы, что это такое, что для поля Inasa.id будут сгенерены методы для того, чтобы инкрементить или декрементить это значение. Flags, есть мутаторы SetBit, ClearBit, внутри Un32, и мы можем, используя, опять же, набор сгенеренных методов, устанавливать флаги в этой чиселке, которые нам нужны. Дальше описание индексов. Tarantul 1.5 поддерживает составные индексы, и тут описание составного индекса, а дальше описание использования этого составного индекса. Это пример как раз набора методов, который будет с кодом генерирован на основе того декларативного описания, которое вы видели выше. То есть, мы описали наше хранилище, потом запустили команду, ну, у нас это просто, допустим, makefile, у нас это выглядит make generate репозиторий, она отработала, сказала, все, я успешно сгенерила, после этого у вас появляется пачка методов для работы с этим спейсом. Если то, что сейчас на экране, ну, select by primary, понятно, получение по primary ключу, по promo-id получение по ключи promo-id, важный момент отмечу, что ActiveRecord не позволяет вам составить какой-то совершенно абстрактный запрос, она позволяет вам получать записи только по ключам, и это в каком-то смысле ограничение, но с другой стороны не дает разработчику выстрелить себе в ногу, сделав какой-то неоптимальный запрос. Пойдем дальше. Из коробки у ActiveRecord есть набор сериализаторов, допустим, JSON, также мы прикрутили туда сериализатор, который map structure, который вам позволяет уменьшить количество кода, который вы используете, описываете для структур. Но если у вас есть какое-то свое особое хранилище данных, то вы можете написать свой маршаля-размаршаля для какого-то конкретного поля, как, например, на этом слайде. Пойдем дальше. Repair, что это такое? Допустим, есть особенность хранилища данных в Tarant 1.5, что там внутри данные это просто строки, и это может быть строка по факту любой длины, и он будет считать ее валидной. Но если вы используете Lula, то все нормально. Lula динамически типизирована, она такая, ну ладно, что-то данных не хватает, вот эти, значит, поля мы пустые оставим. А с GOSH-кой уже так не работает, он скажет, ну блин, тут типы не совпадают, поэтому вот ошибка. И мы можем на лету поднять, что когда мы получаем, получили по сети Tuple, понять, что, а Tuple это фактически аналог строчки из реликционных баз данных, понять, что там данных меньше, просто количество филдов меньше, чем мы ожидаем, и передать это в Repair, специальный сработает триггер, мы передаем это в функцию Repair, и она по своей какой-то логике восстановит количество запись, количество данных в этом конкретной записи. То есть она может, допустим, добавить, вот конкретно в этом случае, если посмотреть, она поняла, что описано у нас, что там шесть филдов, а пришло только пять, поэтому давай мы в конец добавим еще один Tuple, и заполним его пустой строкой. И это будет валидная в итоге структура. И тоже очень важная для нас вещь, которая уменьшает нашу боль, которую я говорил в точке B. Это наборный, удобный тулинг для тестов. Вот конкретно этот пример. Мы инициализируем ActiveRecord, говорим, что сейчас тебе нужно ходить не в удаленный Tarantool, а в тот mock-сервер, который мы запустили предыдущей командой. То есть это просто сервис, очень простой, который поднимается на свободном порту и начинает слушать сетевое соединение. После этого мы говорим, а вот сейчас у нас еще будет mock-er, который должен будет обрабатывать запросы для запросов GetRewardByCode. После этого устанавливаем фикстуру в mock-сервер, который мы берем, используя, опять же, сгенерированный метод ByFixTourCode. Делаем запрос и получаем нужный ответ. Мы пишем достаточно сложные тесты для этих сервисов, очень удобно. Если говорить про фикстуры, то ActiveRecord тоже генерит нужный набор структуры папок, в которые вы можете удобно свои фикстуры складывать. Допустим, на текущем примере видно, что есть у нас сущность actor, и для селектов будет просто actor, для апдейтов actor update и так далее. А если что конкретно в файле лежит, то это просто ямлик, который можно удобно зайти, глазами посмотреть и добавить нужные данные, очень удобно. Этот слайд, это QR-код на репозитории. У нас в опенсорсе лежит сама ActiveRecord, но есть еще отдельный репозиторий, в котором есть тестовая аппка, полностью написанная на ActiveRecord с примером с тестов. Все примеры, которые я сейчас вам приводил, они из этой аппки. вы можете пойти скачать, запустить и посмотреть, как это работает. Эта аппка полностью рабочая, там все очень понятно. Вот мы прошли по всем пунктам, да, и чтобы мы в итоге всего этого получили. Какой результат? У нас в 100% случаев актуальная спека, которая в 100% случаев соответствует коду. То есть это физически невозможно, чтобы это было не так. Оно либо не скомпилится, либо огент скажет, что спека невалидная, переделай, все неправильно, ну и так далее. Также у нас физически невозможно, чтобы у нас сервис был без документации, если мы считаем спеку документацией. То есть если у нас качественно оформлена спека, это и есть документация. И она у нас в 100% в случаях и по-другому быть не может никак. Пойдем дальше. Для реализации транспортного слоя нам нужно написать только валидную спеку и все. И больше нам ничего делать не нужно, код писать не нужно. Мы запустили одну команду, она у нас сгенерилась. Слой репозиториев описан в декларативном виде, что позволяет нам дальше отделить, выбрать какой-то другой движок. Допустим, вот у нас уже прямо сейчас в планах, это просто нам нужно для текущей задачи написать драйвер для последней версии Тарантула, но также у нас в планах написать для Postgres реализацию Active Record, конкретно на нашей реализации. То есть можно будет в любой момент выбрать, перейти на любое хранилище, которое вам больше подходит, не меняя бизнес-логику, что очень-очень-очень сильно уменьшает вашу боль. И следующий момент тоже для нас очень важный, мы беспокоимся о качестве наших сервисов, хотим, чтобы они были покрыты тестами, чтобы нам было безболезненно их рефачивать, выкатывать, что-то менять. У нас, кроме того, что сам Active Record генерит набор методов для работы с моками, у нас есть еще внутри набор абстракций, который мы назвали gitf, это набор абстракций и набор тулзов для работы с этими абстракциями. Допустим, там есть http-moki, mock-api, еще допустим, для Tarantula, который мы как раз переиспользуем от сервиса к сервису. И тоже хочу чуть-чуть анонсировать, что у нас тоже есть планы это выложить в open source, мы не успели просто к этому моменту это сделать, потому что кажется, что это достаточно удобно получается. Ну и что там про боль? Я там вот начинал про боль, хочу подвести итог. Спека FIOST это то, что сильно уменьшит вашу боль и не только вашу, будут все рады, фронтендеры, какие-то ваши внешние заказчики, которые будут приходить, и вы можете с уверенностью отдавать свою спеку, и вы будете уверены на 100% что она работает. Разделение на слои это тоже еще одна минус порция боли, потому что если у вас этого нет, в какой-то момент вам будет сложно оторвать какой-то кусок от вашего приложения, или поменять транспортный слой, или еще какие-то такие манипуляции с вашим приложением произвести. ActiveRecord на Go призывают вас подключаться, изучать, развивать вместе с нами, может быть contribute, если вы хотите в open source что-то за contribute, это классный по-настоящему продукт. Первый QR это чат публичный ActiveRecord и второй QR это опять же репозиторий ActiveRecord. Все, спасибо большое. Ваши вопросы. Давайте я помогу променеджировать вопросы Сергею. Начнем по классике с Александра. Александр, пожалуйста, ваши вопросы. Александр решил все игрушки отжать, но нет. Да, классика. Спасибо за доклад. Очень заинтересовала в том числе вот эта вот штука ActiveRecord. Вопрос. Там декларативное описание, сказали, что можно разные базы, если, например, использовать его с подкрасом, его уже можно или только что-то будет что-то делать? Прямо сейчас нельзя, но это в ближайшие планы. Из того, что я понял, из описания, то есть там и схема по этому описанию будет генериться. Схема что иметь? Базы. Ну, если Postgres, схема базы, CreateTable, вот это вот все. Но в целом можно, да, про такую возможность. А миграции? Миграции можно занести как issue на GitHub. Понятно. Упоминали, там рассказывали про МОКи. У себя вот то, что делаете, только на МОКах тестируете, доверяете или там все-таки какие-то тесты на реальной базе проходят? Ну, в целом у нас есть тесты на реальных базах. У нас в Облаке есть большая пачка E2E-тестов, которые полностью тестируют все приложение как черный ящик. Это раз. Во-вторых, прямо сейчас вот конкретно в этом сервисе все на МОКах, ну, потому что сам по себе Tarantul очень простой. То есть там просто ты на вход одни байтики, тебе на вход другие байтики. То есть, тут нет возможности ошибиться как-то сильно. Но могу сказать, что у нас есть планы написать какую-то часть смоук-тестов, которые будут вот как черный ящик тестировать сервис. Просто я знаю, что если бы я писал МОК, который имитирует базу и потом его использовал для тестов, я бы не очень доверял себе. Тут вопрос, что мы тестируем. То есть если, как мне нравится говорить, что тесты это способ документации. То есть это типа не проверка на качество, это способ документации. То есть если мы хотим прямо качество тестировать, то тогда есть же условная пирамида тестирования, да, и каких тестов у нас больше, да. Чем тест дороже, тем их должно быть меньше. Вот. И если мы хотим тестировать приложение как черный ящик, то таких тестов явно должно быть немного. И мы их планируем, да. То есть есть какие-то небольшие кейсы, когда они полезны по-настоящему. Вот. Но в большинстве случаев вот МОКа хватает. Последний там в начале про ЛОА упоминали, что цель там избавиться от ЛОА-кода в бизнес-логике. Я понимаю прекрасно этот мотив этого действия, но у меня просто в голове не укладывается. У меня всегда ассоциировалось, что Тарантул, одна из его там фишек основных, это вот как раз близость кода к данным, оптимизация производительности за счет этого и все. И я всегда разрывался между тем, что я думал, что это основной паттерн его использования, но я привык все-таки разделять бизнес-логику и данные. И вот теперь уже и вы тоже к такому приходите. Я просто пытаюсь понять, а есть ли еще какие-то фишки, почему стоит именно Тарантул? Ну, однозначно есть. Я, во-первых, еще раз подмечу, что тут у нас конкретно Тарантул 1.5. То есть там очень много более не связанных с архитектурным подходом. Это понятно. Я про тот пойнт, где бизнес-логику. Во-вторых, это сильно зависит от того, какое у вас приложение. То есть, допустим, написать MVP Тарантул отлично для этого подходит. Еще, кстати, очень сильно зависит от того, от той количества логик, которая у вас есть. То есть, допустим, когда у вас реально большое приложение, то это не всегда становится удобно. Допустим, если говорить конкретно этот кейс, то почему, допустим, мы не рассматривали вариант обновиться на более свежую версию Тарантула? Потому что при переходе с Тарантул с версии на 1.6 сломалась обратная совместимость. Мы уже это не можем просто сделать. Это, допустим, минус использования такого подхода. И, короче, есть набор кейсов, когда это хорошо работает. Понятно. И я чуть не забыл последний. Видимо, это тоже в сторону issues или будущего плейквеста. в ActiveRecord вы не планировали какой-то кейс с добавлением кэша, например, кэша на чтение, очереди на запись. То есть не все базы быстрые. Да. Иногда нужно оптимизировать на стороне приложения использование данных. Ну да, у нас внутри команды есть размышления на эту тему. То есть есть некоторые практические кейсы, когда нам это было нужно. Пока что это на уровне размышления. То есть там есть свои сложности при реализации конкретно в ActiveRecord. Потому что возможны рейсы условно в этом случае. Просто я бы прям очень даже пощупал этот продукт, если там можно это сделать. Потому что у меня сейчас тоже подобные боли. Это отличная идея. Я опять же призываю приходите к нам в чатик, в GitHub и мы будем рассматривать все предложения. Уже пришел. Спасибо. Уже организовалась некоторая очередь запросов. Мы заметили. Следующий вопрос твой. Пожалуйста. Спасибо за доклад. Интересно. А вот у меня есть вопрос по версионированию спецификации. Потому что вы говорите, что сгенерить код, то есть спека всегда соответствует коду. Вот мы поменяли breaking changes в спеке и вот у нас транспортный уровень сломался. Вот, например, в том же протобафе есть популярный достаточно компилятор BOOF, можно сказать, чек breaking, и он выводит это. А у вас это как происходит? Это полностью все на откупе у разработчиков. То есть условно классический подход, когда у тебя в пути V1, V2, допустим, это первый вариант, что ты можешь сам вынужден за это отвечать. Аген никак тебе в этом не поможет вообще. То есть его задача агена очень простая. Есть валидная спека, вот тебе интерфейс хендлер для того, чтобы у тебя это заработало. Вопрос не про аген, а вы как-то это делаете? То есть у вас линтер какой-то специальный или вот как-то вот что-то, вы это вот чекаете в своем пайплайне или что? Что мы сломали контракт? Что вот очередное изменение спеки что-то поломало в транспортном уровне, что у вас начали отваливаться клиенты. Или это уже где-то там на последних шагах end-to-end тестирование? Что если я правильно понял вопрос, что агент как-то плохо отработал и... Нет, не агент, а разработчик поменял спеку. Вы запустили генерацию через агент, да? Вот чтобы не было breaking changes. Да, я понял, да, я понял вопрос. Но сейчас мы никак это не проверяем на уровне CI вообще никак. Преимущество такого подхода, что есть код-ревью и изменение спеки, его просто невозможно будет не заметить. Пока что такого не было, чтобы проскочилось настолько ломающее изменение, чтобы оно нам что-то поломало. И вот короткий вопрос. А как совместим с фьюзингом ваш актив-рекорд? Ну, фикстуры, конечно, хорошо, а вот что-то такое, да, вот, crazy monkey? Ну, пока еще не тестили, но тоже можем подумать о том, чтобы пофьюзить ее. Спасибо. А тут занимали вопросик? Правильно же? Занимали. Ага. Спасибо еще раз. Ну, я хотел, мы узнали про GRPC, GraphQL, и потом как чтение будет совместно, как я объясню, какая проблема это решит практическая проблема для клиента, как я, я как предприниматель объясню свой клиент, какая его проблема эти способы будут решить. Какую проблему решает такой подход? Да. Для кого? Свой клиент. А какой клиент? Какие заказы? Ну, как вы используете совместные подходы? Сейчас я попытаюсь понять вопрос. Почему нужно использовать эти технологии? Правильно? Да. Ну, потому что это в итоге чем больше у нас кода, тем больше вероятность того, что у нас будут ошибки, тем дольше мы будем делать продукт какой-то. То есть мы тут просто уменьшаем количество мест, где мы можем ошибиться. И это будет в итоге дешевле и быстрее. Я как использователь облака mail.ru как эти способы будут улучшить мою жизнь? То, что будет доступность сервиса высокая. Спасибо. Спасибо. Ну, для пользователей это приведет к тому, что доступность сервиса будет на нужном уровне. Влад, я тут хотел бы накинуть некоторые моменты. Сразу уточню, что я не критикую ваше решение. Мне просто хочется пообщаться. Много реваду, да? Да. Ну, наверняка вы знаете, что у меня есть небольшой опыт работы особенно спецификации второй и третьей версии. Наверняка вы знаете, что можно и свагер спецификацию генерить из прото-бафа. То есть, по большому счету писать open-up спецификацию тот еще не сахар. gpc как раз этим и занимается. Да, да, да. Почему бы не генерить свагер в первую часть? Если каких-то штук не хватает, тот же слой хранения, то, наверное, можно свой в конце концов написать в плагин для генерации моделей на основе прото-спецификации то же самое. Прозвучал тезис про скорость стерилизации джессона. Опять же, протаген стерилизуют в бинарный вид еще быстрее, чем какая-нибудь стерилизация. У вас будет менеджер memory footprint на транспортном уровне. Про сервисный слой. Чистая архитектура. В целом, вообще, ActiveRecord не самый удачный. Ну, не знаю, по крайней мере, у меня такой опыт, что он не везде подходит. Опять же, N++ problem, выгрузка данных, эти все ID-шники, оптимизация запросов. Мы полно приходим к ORM, и кажется, что чистая архитектура, она, если мы в DDD смотрим, то репозитория, он скорее про анимичные модели, про простые какие-то способы хранения. И кроме того, если мы генерируем модели, слой хранения из моделей, которые мы работаем в IP, в общем-то, не должны совпадать. То есть, мы на уровне бизнеса, на уровне клиента работаем с одними клиентами, с одними полями, с другими. Уровень хранения совсем другие модели, они не должны совпадать. У нас могут быть там на уровне API какие-то срезы этих моделей, ну, допустим, или мы там save active, у нас какой-то метод у пользователя, когда он активировал учетку. Она обновляет одно поле, это могут быть вообще разные репозитории и так далее. и тому подобное, не буду отнимать время. Еще, я знаю точно, что есть инструменты для интеграционных тестов, по опен-описи-спецификации тоже предлагаю изучить этот момент. Я не уверен насчет Go, но на других всяких языках точно есть. В принципе, какая разница, на чем гоняете интеграционные тесты. Тоже посмотрите в эту сторону, мне кажется, это прикольно. Да, спасибо большое за вопрос. Я, к сожалению, не смогу на все ответить, потому что я к концу примерно забыл, что было в начале. Можно повторить, если что. Про генерацию звагера, про... Давай сделаем, выбери что-то одно, что максимально ты считаешь, нужно сейчас мне ответить. Был ли смысл вообще браться за опен-опи? Хотя можно было, наверное, примерно все то же самое сделать и на прото. Плюс опять же педерешно-стриминг. На это я отвечу, да. Хорошо. Смотри, у нас была определенная специфика, да, заключалась она в том, что у нас уже был сервис большой, у которого в него ходит очень много клиентов, разных, у него куча разных эндпоинтов с какими-то очень странными штуками, со своими особенностями. И он преимущественно, ну, по крайней мере, та часть, которую мы хотели переносить, это был HTTP сервис. Была часть клиентов, которые ходили по IPROT, но эту часть мы просто хотели сразу выкинуть, чтобы никто по IPROT напрямую в этот сервис не ходил. Вот, там особенность как раз Tarantula 1.5, что в него нельзя ходить по HTTP. Там в следующих версиях такая возможность появилась, но вот в 1.5 можно ходить только по IPROT, больше никак. Вот, и поэтому protobuf, он напрямую не так легко не ложится на HTTP, на OpenAPSPEC-у. Это все равно разные, хотя бы просто, это просто разные спеки. Они для разных протоколов. Один для бинарного, другого для HTTP. Вот, то есть, если бы мы выбрали что-то подобное, там, что-то, что используют под собой protobuf, да, protoфайлы, то нам бы пришлось все эти сложности решать. И не было понятно, зачем это делать. Вот, то есть, мы знаем, что нам нужен HTTP сервис, то значит логично, что нужно именно OpenAPSPEC-а, а не какая-либо другая. Вот, ответил? Да, понятно, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Давайте еще парочку вопросов. Спасибо, очень интересный доклад. У меня накопилось множество вопросов про Tarantul. Вот, подскажите, известно, что Tarantul может сжимать данные на диске, а может ли он сжимать, если данные лежат в оперативке? Хороший вопрос. Я не знаю, честно скажу. Вот у нас там Арсений стоит, может ты знаешь? Не знаю. Не страшно. И еще, какие вот есть возможности в части аудита и безопасности у Tarantul? А можешь уточнить вопрос? Не очень понятно. Ну, я хочу как-то реализовать аудит, да, какие есть возможности у него? Ты хочешь понять, насколько он безопасен? Да, да, вот как реализуется эта безопасность? Наверное, каким-то шифрованием, там еще что-то. На каком слое? То есть, шифрование чего? От того, что внутри, сетевые запросы? Ну, возьмем какие-то внутренние сервисы, вот как обеспечить безопасность? Ну, того, на каком уровне? То есть, приведи какой-нибудь другой пример сервиса, который ты понимаешь, что он безопасный? Ну, что я делаю какие-то, не знаю, атаки, там, стандартные, наверное. я понял. Смотри, то есть, Tarantula, это такой сервис, который у нас, по умолчанию, не торчит никогда наружу, да, то есть, на данный момент так не бывает. То есть, это тот сервис, который у нас вот сейчас всегда за чем-то стоит. То есть, до этого у нас, допустим, была такая особенность, что, поскольку в этот Tarantula можно ходить только по iPro, то больше никак нельзя ходить, но должен быть какой-то другой сервис, который принимает реальные пользовательские запросы, допустим, там, на каком-то другом языке. У нас, допустим, есть перловый сервис, который принимает HTTP запросы, а потом уже по iPro ходит в Tarantula, да, то есть, нет возможности его как-то вот пощупать напрямую, поэтому такого вопроса не стоит. Это уже вопрос того, насколько мы безопасно обрабатываем запросы на сервис, который стоит до этого, из экранируемых запросов. Там вообще такая проблема на самом деле, потому что там вообще другой протокол, то есть, там не получится, что-то там прям сильно накосячить. То есть, там у нас тут HTTP, а там iPro. И еще такой вопрос, вот Tarantula вообще записывает какие-то свои конфигурации, то есть, о системе информации куда-то, то есть, мы можем мониторить? Да, конечно, то есть, у него есть, если там ты поднимаешь какой-то Tarantula, он начинает, поднимается второй порт, на котором ты можешь получать статистику с этого Tarantula, любую, какую тебе нужно. Да, все такое, все это есть, конечно, он пишет. Спасибо. Тут вопрос на первых рядах. Думаю, что у нас заключительный вопрос. Да, спасибо за доклад. Такой вопрос. Вот по Active Record, то есть, по большому счету, если мы берем базу SQL, она берется на 5, на 10 лет, либо она никогда не изменяется. Соответственно, то есть, вот вы написали один раз, вот этот Active Protocol, вы изменили, вам нужно через 5 лет опять, например, поменять базу данных, или через 7 лет. Соответственно, вы лазите в Active Protocol, 5 лет ничего там не изменялось или надо вас заново восполнять. То есть, ну, по большому счету, это накладные расходы, как это идет. А мне видится, вот ваш проект, да, в плане, во-первых, переноса из одной базы данных в другую, то есть, некая надстройка, да, то есть, мы берем там SQL, потом SQL, там в Postgres, соответственно, и это можно делать, условно, на лету, то есть, это какой-то, условно, даже какой-то другой язык, надстройка над языком, чтобы можно было пользователю, ну, программисту, он мог сам протестировать разные базы данных, разные настройки, и чтобы он мог выбрать. То есть, вот эта такая вещь, на самом деле, ну, она вот крутая, да, но, к сожалению, сейчас, да, то есть, если там, ну, ну, к сожалению, ее, наверное, только вот в определенных узких крудах, но если бы вы занялись бы этим, да, это было бы очень хорошо, то есть, чтобы, ну, не было никаких там проблем, например, даже хотя бы там с 5.7 на MySQL, там, над бывшей версией, там, много геморроя, а сделать бы это, мне кажется, было бы отдельный, как отдельный продукт, мне, мне кажется, это зашло бы. Да, я понял, это feature request. Ну, могу, опять же, повторить, что вот у нас уже прямо сейчас, то, что лежит в open source, прямо сейчас там, это для Tarantula 1.5, потому что это была наша задача просто, и мы 100% сделаем для последней версии Tarantula. Кроме этого, уже там, в какие-то относительно ближайшие время, не назову конкретные сроки, но в ближайшем будущем, да, будет реализация бэкэнда для Postgres, да, в целом, опять же, если кто-то хотел поучаствовать в open source, это всегда прикольно, считаю, вы можете прийти и запилить бэкэнд для MySQL, допустим, да, и очень большое количество людей сможет этим воспользоваться. Да. Я буду прийти, и